Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, мои дорогие, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Лайв. И у нас с вами утренняя рубрика по комментариям. Обычно, когда у Уралки выходит мокбанк, хрюкбанк, то у меня не бывает рубрики по комментариям. Но тут я решила все-таки с вами обсудить комментарии. И по одной причине еще, о которой позже скажу. Ну что, поехали! Конечно же, комментарии мы будем с вами обсуждать, которые написаны на моем канале моими зрителями и моими подписчиками. Все для Муша. Он же домашние есть не будет, тем более разделывать. Вот и результат. Теперь сафар будет их есть. Да нет, дорогие мои, есть Уралочка, похоже, будет. Вернее, доедать будет тех, которых они в прошлый раз наскладывали в морозильную камеру. А этих кур, которых они разделывали, они будут вдвоем, как мне кажется, есть. Знаете почему? Потому что, думаю, что растили они этих бройлеров, возможно, не исключено, что для продажи. Продали, закупили покрупнее и закупили их, получается, не домашних. Мы уже с вами обсуждали эту тему. И это не Уралкины куры. Дальше, ребят. Привет, Вишенка. Сегодня хомяки злобствовали в ваш адрес. Столько гадостей в комментариях. На канале Уралки понаписали. Мерзкая подписота из кожи вон лезут. Вы знаете, ребят, я это поняла. Знаете почему? Они злятся. Они психуют. Их прям распирает. А по той причине, что они думали, что Вишенка, какая-то бабка, да, старая, одинокая, которую они не видят, только слышат голос за кадром. У неё нет мужа, у неё нет детей. Она вообще не имеет никакой личной жизни. Она нигде не бывает, никуда не ходит. Только сутками пишет видеоролики, да. Но когда я показала своих детей, когда я показала своего мужа, их и начало трясти. Вы думаете, они только Уралочки написывают на канале комментарии? Они и мне пишут. Самый прикольный комментарий был, который я, конечно же, удалила и заблокировала автора. Это что, типа, решила поравняться с Уралочкой-мушем. Только у Уралочки-муш, а у меня муж, с которым я уже 24 года живу. Да, и мы 24 года вместе. В следующем году будет 25. И у нас трое детей. И чем я могу поравняться с Уралочкой? И то сразу говорю, что победу отдаю ей. Тут я ей точно не ровня. Уж тут я никогда не смогу победить. Это точно. Это в плане глотки и жрачки. Тут Уралочку никто из моих зрителей тоже не сможет обожрать. Тут уж точно победой не пахнет. А соревноваться можем? Ну, знаете, насколько это глупо, насколько это дико. Вы понимаете, они уже просто не знают, что делать. Они же уже привыкли, да, что они свою эту версию толкают, толкают. У Вишенки нет никого. Одинокая баба, ни семьи, ни детей. Сутками сидит, только обзоры пишет. А вот Вишенка всё успевает. Уралочка ничего не успевает, абсолютно ничего. И чтобы посоревноваться с Вишенкой Уралочки, я предлагаю Уралке напялить шорты. Уралка, иди срочно шей шорты. Ну, а мужу своему сарафан. И Уралка будет стоять в шортах, ну, а любимый муж в сарафане. И будет говорить, как он любит кривлять меня. Замечательно будет смотреться, да, вдвоём. А больше мне с Уралочкой играть в какие-то соревнования, ребят, это вообще о чём? Это о чём? Первое, свои мини-малюсенькие, возможно, совсем неинтересные влоги. Потому что я не влоговый блогер. Я выкладываю исключительно для своих зрителей. А у меня их не тысяча, не две, не пять, не десять, а гораздо больше. Это те зрители, которые смотрят меня, которые пишут мне комментарии, которые пишут мне на почту, которые пишут мне в Телеграм. Это мои зрители. Я их люблю, я их ценю и уважаю, в отличие от уральской парочки. Да, вот Уралку и распирает. И её прихлебателей тоже распирает. Всех этих поклонниц, таких же, как Уралочка, которые в жизни на себя шорты, похоже, никогда не одевали. А если я кладу голову своему мужу на плечо, то я это практически всегда делаю. И вы знаете, ребят, меня так это забавляет, когда они там сходят все с ума, когда их распирает, колбасит. Даже когда они ко мне забегают на канал, всё равно попадают в блог, но всё равно приходят. А больше всего смешно, когда они бегут на дзен. А на дзене у меня, прежде чем оставить комментарий, нужно подписаться на канал. И вот вы представляете, они ж прибегают, они ж смотрят видеоролики, они подписываются на канал, оставляют свою какаху, понимая, что какахи их не будет, хотя некоторые оставляют, чтобы было развлечение для моих зрителей. Ну а что? Знаете, интересно с такими пообщаться, у которых в голове сплошная пустота, либо жрачка и жир, ну, у которых действительно нет никакой личной жизни, абсолютно никакой. И вот приходят же, подписываются, оставляют какаху, а отписаться, похоже, забывают и попадают потом в блог. В общем, ребят, пускай, пускай они там тараторят, пускай они там дребезжат, пускай ко мне бегут, пускай делают мне активность на канале. Я не думаю, что Уралочка оценит такую работу своих приколебателей. Дальше. Интересно, а таджик будет есть непонятный плов с вермишелью? Он же своих кур не ест, а тут вроде собрался пробовать. Всё верещал, вкусно-вкусно. Вот и посмотрим, что дальше будет. Я расценила эти домашние куры как с прошлого раза. Я думаю, что они ещё, скорее всего, будут доедать то, что с прошлого раза не доели. Ну, правда, суп она с этими горлышками варила. И вот, ребят, он не стал есть. Он не стал есть. Спросил это наши, Уралка сказала, да, наши. И он швырнул курицу в тарелку к обдугани. Ну и дальше. Как не стыдно этим негодяям говорить, что Дуня ест как не в себя. Они себя-то видели, особенно Уралка. Кошка, если наелась, будет спать целый день. А вечером, конечно, надо её опять покормить. Вкусняшки дают только на видео. Мясо дают только на словах. Таблетки и те стали давать, как зря. Вы знаете, да, ребят, по поводу Дуни это вообще жесть. Дуня такая маленькая, а ест, ест, ест. Уралка, ты такая огромная. А жрёшь, жрёшь, жрёшь. Вон, чё сказала после мукбанка-хрюкбанка? Обожралась. Тебе ли обжираться? Ты уже скоро сама не встанешь. Из-за этого стола не вылезешь. Каждый раз, когда стоит возле плиты, этот пол, кажется, уже провалится. Ребят, вот чтоб провалилась в подвал, возможно бы задумалась. Хотя какое задумалась? Она никогда в жизни не задумается ни о чём. Только если как можно больше ещё съесть, чем она съела. Дальше, хороший комментарий. Абдугани начал ходить к репетитору. И уже давно его не посещал, потому что они уже забыли про репетитора. Там же у Уралки с памятью полнейший трешняк. Она же за один ролик умудряется набрехать, забыть и снова набрехать. Что говорить про репетитора? Вот, кстати, и напомним. Может, снова пойдёт. Ну и дальше. Сегодня опять Савка, как конь на привязи, ржал. Конфетки пососёт, и настроение пушка. Согласны, ребят. А когда конфеток нет, рвётся в Екатеринбург, как будто срочным образом нужны вкусняшки. Фруктики! Ну и дальше. В комментариях у Уралки написали, что работники приюта все куриные спинки домой разобрали. Всем доброго времени суток! Ну и ответы. А ведь работники приюта могут и оскорбиться. Ребят, а были ли они в приюте? Созванивались ли? Или в интернете адрес нашли, приехали, поснимали, тазик попозировал с крупой и назад всё забрали? Кто знает, были, не были? Мы же не видели, как они общались с этими работниками приюта. Так что здесь тоже это вилами по воде писано. Ну и ещё ответы. Да протухли спинки куриные за ночь. Они же лежали в тазу, не в холодильнике. А горячее мясо тухнет очень быстро. И дальше. Видать, проквасила Уралка продукцию, и не жалко собакам отвезти. Да ещё не в своём городе. Позорники. Но вы знаете, Первоуральск – это совсем рядом. При том, что Уралка говорила между Ревдой и Первоуральском. И дальше. Я не пойму, почему столько неадекватных людей, которые смотрят и верят этой лживой паре. Ведь нормальные люди видят насквозь, что какие они на самом деле негодяи и лицемеры. А хомячки нахваливают их. Противно смотреть на них и читать лизоблюдные комментарии. Вы знаете, потому что там такие комментаторы. Подстать Уралочке и подстать её таджику. Они такие же, как она. Похоже, любительницы. Поесть одинокие, которые сидят, облившись слюной по таджику, и ждут выхода очередной лживой серии. Ну и дальше. Комментарии, которые прям попросили пролайкать. Спасибо, мои дорогие. Оля, обратите внимание. У них страна в шапке канала изменилась. Теперь там не Россия, а ОАЭ. Про щелыги что-то провернули. Вот и радуются. Залайкайте, чтобы Оля увидела. Ну и ответы. Налоги-то платили в России. Опять крутят. Если бы было так просто, какие недалёкие. Ну и дальше это бесполезно. У них нет банковского счёта этой страны и документа этой страны. Так что не прокатит. Ну и дальше. На что они рассчитывают? Ребята, это действительно так. У них должна быть карта этой страны. Банковская. Да. И человек, который мог бы им зарегистрировать на себя от сенс в этой стране. Так что тут, ребят, опять повторюсь, вилами по воде писано. Это, наверное, специально просто написали для того, чтобы не думали, что они не имеют доход уже или не будут иметь доход от Ютуба. Поэтому, знаете, просто написать – это одно, а уже официально всё оформить – это другое. И это всё просто так не сделаешь. Поэтому, знаете, так смешно. Я действительно это увидела. Я увидела это раньше. Я не стала обсуждать. Ну, потому что только глупец может поменять страну, не меняя при этом всё официально. А чтобы официально даже поменять всё, так как я сказала, на это нужно очень много времени. Поверьте, это даже не неделя и не две. И ещё, ребят, мне вот интересно, кто с ними свяжется. Да ещё из ОАЭ. Мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!